В Таганрогском заливе пресечена незаконная добыча биоресурсов. Полицейские вместе с пограничниками, экологами и общественниками изъяли свыше 30 километров сетей нелегальный улов рыбы весом в 3 тонны. Почему в этом году Путина проходит не только на воде, но на земле и в воздухе, расскажет Сергей Морозов. Сама природа на этот раз пришла на помощь полицейским. Высокая волна, порывистый ветер и отлив. Погода на этой неделе стала серьезным препятствием для браконьеров. Но не для вертолета. Винтокрылая машина баражирует над акваторией Таганрогского залива. Несмотря на мутную воду, с неба сети и крючья видны как на ладони. В этом году Путина проходит на земле, воде и в воздухе. В поле зрения правоохранителей Цемлянское водохранилище, Таганрогский залив и, конечно же, Дельта-Дона. Сюда рыба заходит на нерест и становится легкой добычей браконьеров. Есть и первые результаты. За две недели с начала спецоперации из незаконного оборота уже изъято около 3 тонн рыбы. Полицейские конфисковали больше 30 километров сетей. Выявлено около 150 преступлений. Возбуждено около 60 уголовных дел. Это и по фактам браконьерства. Это и есть факты хищения рыбы из улова. Это изготовление недоброкачественной рыбопродукции. И ряд других преступлений. В операции Путина задействованы сразу несколько ведомств и государственных структур. Полиция, пограничники и даже народные дружинники. В плане совместных мероприятий проводятся рейды как по акватории, так и на территории рынков города Ростова, области, на несанкционированных рынках по поводу незаконной продажи видов рыб, занесенных в Красную книгу и незаконно добытых. Путина 2013 продлится до конца весны. Сергей Морозов, Игорь Чурилов, Вести Дон.